Мне привезло заниматься адрентированием в нашем институте, и мой небольшой доклад будет небольшим дополнением к докладу Александра Александровича и ответом на вопрос о том, какие могут быть эффекты, связанные с теми трендами, которые наблюдаются. Собственно, мое исследование было основано на той концепции, что эти тренды будут продляться в будущее, и я рассматривал разные сценарии того, как совместное использование может распространяться в разных странах России и из них будет уединяется. Соответственно, самый большой эффект, назначен, будет для динамики структуры бак. Если совместно использованный автомобиль используется интенсивнее, соответственно, всего автомобиля требуется меньше, и в зависимости от того, каково может быть количество совместно использованных автомобилей, и какова может быть техническая совместность использования, могут разные оценки пантов. Соответственно, самый уникальный сценарий, это сценарий последний, и он предполагает распространение в крупных городах России и мира концепции мобильных услуг, где легковой автомобиль выступает дополнительным элементам по отношению к общественному транспорту, а личное владение автомобиля подходит на второй план. Соответственно, изменение динамики структуры бак может приводить к некоторым последствиям для смешивания с автоматизацией процесса, именно потреблением энергоресурсов, то есть эти продукты, электроэнергии, и, например, в мире эти эффекты, то есть мобильные оценки, наши оценки, позволяют показать, что эти эффекты могут быть значимыми, то есть, например, с настоящим временем, может быть снижение потребления продуктов на 10 или 20 раз. И если разложить это снижение по факторам, которые на него повлияют, то электромобильные совместные использования могут быть важны как в России, так и в ЗАБУ. В ЗАБУ, конечно, больше, потому что в этом исследовании есть более радикальные гипотезы по электрификации электроэнергии. Спасибо. Спасибо. Я сейчас скоро подскажу, вы меня по трафте. При сильном развитии, да, совместном использовании, в два раза меньше автопарка получается, да? И энергопотребление... Ну, в два раза меньше не получается. Ну, там 60-32, для России. Для России снижение, если рассматривать сценарий 1, это сценарий 1, то есть не принимается гипотеза того, что сместное использование никак не влияет. Соответственно, снижение может быть почти на 10%. А для мира это... Вот. Цифра по-русски. ... ... ...